всем привет 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 с вами канал лазаревская форевер и с вами любимые форевушки елена и владимир друзья мы только приехали два часа назад в лазаревская уже успели заселиться помыться и сейчас мы бежим на море выгружили вам первый ролик ребята да успели кстати ролик выгрузить файфай здесь очень хороший отличный так что надеюсь роликов будет много будем стараться выпускать каждый день очень был дождик смотрите в предыдущем видео вам показали вот пока мы помылись немного обсохли дождик закончился что мы идем с вами море шепчет выходи ну да обязательно сейчас будем отмечать приезд на море я сегодня радонница в общем и сейчас пойдем тоже помянем своих родителей что нибудь купим и покажем кое-что что мы уже увидели когда ехали на машине наш дом а вы еще не вы еще не видели мы все покажем оставайтесь на канале смотрите это видео до конца обязательно мы спускаемся коротким путем к морю такие лесенки как в италии наверно до итальянский стиль мы как-то пытались посчитать здесь ступеньки ой какой-то таракан и бежим к морюшку по лестнице смотрите что увидела в юнки очень много вот таких вот этих цветочков распускаются как раз вот там вот я думаю что на время нашего отдыха они распустятся и мы вам покажем просто в данный момент нету солнышко художник прошел солнышко будет и все распустится идем вот так вот по дорожке смотрите что-то здесь распустилась не могу накатить вот этой камерой волос сейчас попытается посмотреть кстати еще раз пустится ответить это бутончики мы так понимаем зеленые что это мы так и не поняли раньше здесь была лаврушка но ты не лаврушка точно может гранат но не знаю сейчас он попытается умной камеры спросить и мы вам скажем результат я умная камера сказала что-то фейха я но мы знаем где она еще растет куда обязательно сходим и посмотрим точно проверим да мы прошли просто это место уже что-то как-то не ни разу не видели как она цветет будем наблюдать за ее цветением эти сколько бутончик близко цветочек смотрите какой он красивый и мы друзья из нашего дома спустились по лесенке на улицу победы тоже смотрите как здесь красиво стало скоро цветы посадят будет еще лучше будет совсем красиво кстати есть ремонтируют этот дом пятиэтажку где библиотека была уже высадили цветы разноцветные красивые солнышко выглядывает это уже радует и мы друзья пойдем с вами через сквер кирова когда мы ехали до дому с вокзала увидели я увидел вот это дерево сейчас вам поближе покажем очень красиво смотрится пасхальные яйца на дереве сегодня радонеца так что это актуально все еще я надеюсь что но вечером еще с подсветкой мы обязательно вечером сюда придем и посмотрим кто видел дерево с яйцами классно так красиво оригинально пишите в комментариях вам нравится такая задумка интересная еще здорово такие разноцветные яйца разных размеров здорово придумано тут вроде лампочки есть на стволе значит я думаю что она будет светиться ну а мы с вами пойдемте пройдемся дальше из сквера кирова мы вышли дерево вперед вот видите мы вам показали близко вышли на улицу лазарева тоже давайте посмотрим стрики и цветы цветочки распустились все идем нам надо перейти дорогу мы зайдем наш любимый магазин сквере кирова таки кольца все еще живы на статье на набережной примет тоже такие кольца есть кольца качельки ребята на данный момент сейчас в лазаревском 18 градусов тепла но одеты все в кофтах то такие курточках легких перехода но вы все его знаете очень такой долгий долго приходится ждать да кстати здесь сырный дом не знаю сейчас возможно мы зайдем в сырный дом еще вот такое дерево здесь еще красивее яйца есть каждое яйцо украшено чем-то на христос воскрес я такого не видела чудо ребята действительно очень как чудо смотрится просто офигенно пишите в комментариях круто ведь скорее всего что-то дети делали поделки и их сюда повесили украсили вот так вот дерево я в восторге просто в восторге киндер стоп и бога киндеров один падают с божьими коробками и тот этот мир знаете дождик был и дождиком сбило эти яйца просто но я в восторге если честно очень красиво необычно смотрится вдалеке вот это дерево если вам видно его а мы по пути заходим сырный дом почтовый переулок 4 чтобы не спрашивали больше адрес купим какого-нибудь сыра мы вышли уже из сырного дома не стали там пока снимать там какая-то продавец сегодня грустная ну зайдем как-нибудь обязательно поснимаем 630 рублей стоит любой сыр мы взяли наш любимый балыковый балыковый сулугуни переходим на дорожные пути все почему-то здесь спускаются но мы пойдем как нормальные люди по лесенке как положено здесь обычные лесенки а люди все сокращают путь по галькам ходят мы сейчас с вами зайдем наш любимый магазин кбм спасибо всем огромное кто нам помогал и переводил денежку на шампанское на открытие сезона огромное всем спасибо мы вас всех написали на круге смотрите какие-то ягодки и мы обязательно с вами откроем купальный сезон а сейчас мы идем просто встретимся с морем скажем ему привет вышли из красного белого когда заходили увидели вот такого котика привет скажи всем привет смотри чем у тебя купили любишь такое продавцы сказали что ты это любишь пойдем у тебя где-нибудь положим ой как он тянется дождался быть наконец-то дождался и пойдем 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 чуть тебя не задавили ты даже не смотришь теку а на лавку что ли мы не на лавку давай мы теперь айда пойдем пойдем на ступеньку прям вот сюда я тебя положу вот здесь себе никто мешать не будет будешь все сейчас положим тебе айда кушать айда кушать вот тебе лова вот накладывает желешки вкусняшка приятного аппетита тебе котик кушай кушай никого не слушай кушай кушай и оградывайся все а мы пошли дальше котика накормили и идемте с вами на море кстати вот здесь был такой цветок как-то он назывался бугульминий рекоменду как-то под подругом браку мантии нет его вообще спилили по-моему пальмочка еще пальмочка здравствуй пальмочка социалистической уже открылись киоски с различными пляжными товарами русское застолье закрыто не работает буквально остается 100 метров до моря покажем клубника вот такая 200 до рублей а вот такая 150 мы ребята купили немного а сколько через часто 600 рублей 600 уже черешни персики нектарины ну да взяли конечно же клубнички шампусику идемте с вами отвечать привет да мы только приехали только в поезд придем еще спасибо и мы вышли ребята с вами к морю 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 шка привет мы сейчас ближе подойдем кстати разгоняется шторм фрегат закрытом ты собственно много чего еще закрыта столовая чайка вроде называется черноморская чайка тоже закрыта столы стулья все собрано мы подошли кофе на песке кстати стоит по восточному 160 миллилитров 150 рублей прикосики уже такие смотрите спелые спелы и зонтиками красивые узики на лифтовые деревья но они не плодоносят пока еще только-только цветочки вам покажу вот маленький да вот там только будут зацветать мы будем наблюдать может и увидим оливковое дерево да не какое дерево увидели оливковое смотрите сколько много-много-много цветочков будет а потом будет много-много оливок там хорошо будет вера плодоносить это рядом с виноградом виноград еще не работает в общем пока еще ничего не работает это я не знаю что на фатинью походит и мы идем вдоль моря очень много насаждений утра это же пальмочки посадили тоже непонятно что дать его вера будут цветочки мы будем тоже наблюдать что за цветочки кстати мы встретились с друзьями впереди идут наши друзья анастасия и сергей и вы на возможно будет их тоже иногда видеть наших роликах море шикарное конечно с волной выглядит пляж народ дышит воздухом мастим прошли по всей набережной очень сильный ветер но он теплый ветер кафе фаворит сейчас пройдемся погуляемся дальше на ветру таком не хочется сидеть о кстати устрицы какой прибой пока цены мы ничего не смотрим и просто гуляем нас первая прогулка смотрите азалия цветет листиков нету а цветочков много очень красиво тоже выходим на площадь в парке эти сцену еще не убрали с девятого мая тут видимо концерты были но мы пропустили в этом году эти мероприятия можно также полежать на лежачках рядом с дельфинарием мы увидели ребята беляша беляш скажи всем привет мы пока ничего не купили но мы обязательно тебе что-нибудь купим нам кстати сказали что беляшик есть только такой знаете мокрый корм и настоящий натуральный типа там курочку косточки а вот сухой корм он не очень любит он пришел тоже на море погулять кстати он живет в магазине у моей подруги беляшик такой грустный ничего скоро отдыхающие приедут буду тебя подкармливать я тоже скоро что-нибудь купим сегодня только с поезда колесо обозрения уже работает рабочие плитку укладывают а мы помыли клубничку такая клубника шикарная в общем один лоток стоит 150 если два покупаете 250 такая уже местная белореченская мы прошли по всей набережной вдоль моря выглянуло солнышко стало веселее немного потеплее правда ветер посмотрите я покажу контраст горах тучи тоже здесь клумба ухаженная цветочки хотим дойти до гавана клуб посмотреть что там с нашим любимым местом случилось наши все друзья собрались отель калипсо кстати тут ремонтные работы поэтому шумно надеюсь что меня слышно о кстати смотрите какое дерево красивое красные это кстати вот такие штучки мы видели да вот там мы их сочи первый раз в том году видели очень громко шумит дяденька бассейн есть смотрите как выглядит гавана клуб качелек нету новый забор видимо ставят вот здесь нашли такое место сейчас вам покажу есть стулья и стол есть рамка металлоискателя это когда вы смотрим будем будете идти вас будут проверять как весь рамка оказалось вообще непонятно провод эти правда шумят вот все что осталось от гаваны клубом а здесь таки можно выйти морю качели нет по и резинку тоже поломанная вся какой вам обзорчик сняла что-то с берегом тоже случилось в общем наверно восстановит гавану клуб я думаю беляша опять встретили беляш пойдем с нами нас только клубника правда нет это местный знаете помните раньше шарик был сейчас это местный беляшик за все и тоже бегает идем в обратную сторону смотрите я покажу гарифонов их восстановили правда цвет им изменили они были зелено-желтые а сейчас они серого цвета клювы им починили клювы целые и они на месте прошли по всей набережной идем дышим морским воздухом так здорово но шторм разгоняет смотрите какие сильные волны и так вот столбики торчат от старого развалившегося пирса и этот тоже не птункова называлась тоже какой-то он а его просто уже снимают стены все я поняла почему такой темный делают уже кафешку так что может быть скоро и откроют давайте посмотрим что тут как происходит после шторма века что все поломано как-то все изменилось вот не стал этого пирса и как знаете свободней стало море чище что ли до строго маленько загораживал море здесь тоже потихоньку готовится видимо к открытию сейчас прогуляемся немного по набережной здесь мы нашли замечательное место для встречи с морем вот здесь нас такая встреча произойдет такой деревянный настил ну что открывай будем открывать сезон шампусиком ну и конечно же клубничкой клубничка такая прям вообще прикольная яркая белая сладкая но же попробовали ребята открываем первую бутылку шампанского в сезоне 2024 на море море нас сегодня встретила немножко штормом пробка кстати деревянная познаешь нас напишут что мы там засоряем и чем мы не засоряем вообще и подберем все утрально алиса бойся а мы че даже стаканчики не приготовили вау а у меня пошел разлив розовый с хака юля мы купили мыс хака наши любимые берем морюшку привет до разливает а чё нас всего трое ну давайте за открытие сезона чин-чин ура открываем сезон круто обязательно и купальный откроем на сегодня море виде какое-то армия щи ветерок все равно круто с друзьями закусываем ребята клубничкой клубничка очень сладкая да откролько а знаю открытием сезонов с открытием сезона 2024 черенчин свечу друзей на море Да, нравится. Всех зовем с собой приезжать и открывать сейчас. А это окна. А это окна, да. Алиска, будешь что-нибудь? Все руки испачкала. На, ягод возьми. Да, где ты там брала с собой эти влажные соцветы? Ну, что, у меня тоже пришла. Ага. 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 море то солнышко выглядывает то вроде дождик накрапывает не пойми чё кстати погода не совсем майская бывало что приезжали раньше была лучше погода и в апреле говорят нынче было лучше король таня тренинг а ты страшно ура полилась кстати шампанское со вкусом клубники по моему очень стране мере так походит с открытием сезона всех ну что друзья открыли мы сезон до стоим под зонтиками вот так клёво тоже открывает сезон но необычно необычно да у нас все необычно всегда алиса главное море а море штормит сегодня море то успокаивает а то вроде опять штормит мы вот здесь сидели пошел вроде как дождик мы решили подняться сюда наверх кстати дайте вот называться парапеты стали ниже смотрите лавочка можно сидеть и поток стол кто-то может пока здесь скорее всего что сделают клумбочки цветочки посадят здесь так вот сидеть можно будет открываем сезон в экстремальных условиях так скажем на пирсе никого нету хотелось бы конечно на пирс сходить еще пляж стал шире в этом мы заметили спрятались под крышу так и котов не видно ни одного кота не видно говорили шоке тучи уйдут в горы но они почему-то над нами висят шикарное место нашли вот здесь раньше были балясины теперь балясин нету есть вот такие лавочки скорее всего что будут клумбы еще раз вам мера повторю а здесь вот нету клумб сидим наша компания в общем открываем сезон есть у дяди вова просе сейчас голубей накормим все как обычно с открытием сезона всех ура там дождик идет друзья закат будет через где-то при минут 40-50 но мы так замерзли открыли сезон в общем такое место шикарная лавочка на статье остался стакан клубники клубника обалденно и мы сейчас по дороге будем идти и кушать уходим идем в сторону дома а вот там дождь идет вам видно дождь просто реально ливень в общем все замерзли пошли в сторону дома с вами тоже прогуляемся ай да идем друзья в сторону дома ну как в сторону дома мы просто гуляем по набережной у нас остался стаканчик клубники кстати клубника просто обалденная сейчас я покажу пальму такая смешная пальма стала сейчас все увидите смотрите какая пальма ее видимо обрезали и она только-только начала расти она как ананасик маленький ананасик Алиса подходит только-только начала расти тут галечки это наверно знаете штормом прибило вот эти гальки в общем вырастет к вашему приезду такая вот она кость не отрастет как раз да кость не она точно отрастет но она и летом отрастет солнышко будет маяк закрытый скорее всего что откроется только в июне сейчас идем мимо вот вот это чашлычный номер один в общем что вам хотим сказать здесь стоит перепелка 250 рублей одна штука а в прибое она же стоит 300 рублей но мы сегодня не хотим мы обязательно сходим с вами и поедим перепелок если они конечно будут а сейчас пока мы сегодня балуемся клубничкой кстати очень много мусора прибило ветки плавают бревна плавают ну шторм разгоняется уже дорожку белую постелили здесь пальмочка отросла нормальная идем гуляем наслаждаемся и все равно кайфово смотрите где закат должен быть там идет дождь просто сильный дождь картина маслом все равно приятно смотреть на такую картину и слушать вот этот шум волны просто наслаждаемся можно сказать и закатами и дождем знаете вот мы идем одетые а люди приехали отдыхающие и некоторые ходят в платьях хотя так скажем не месяц май надо все-таки как-то ну смотреть не знаю за погодой одеваться соответственно погоде давайте посмотрим сколько стоит суп том ям нет тут том яма нет том ям с морепродуктами 879 480 грамм миди в соусе том ям 500 грамм 899 как это круто стоит это медийное место номер 1 кстати а нет вывеску думала сняли медийное номер 1 такие цены ну а мы сегодня просто пока гуляем отдыхаем наслаждаемся воздухом и едем клубничку клубничка обалденная просто обалденная белоречка прошли по Павлово зашли в столовую юность она кстати называется пекарня юность и здесь продается только выпечка я думаю что не 1 июня только будут открываться видите все закрыто зашли хотели купить куличик раз все не разница но куличиков нету сказали что они закончились кстати я вижу магнолию уже распустилась магнолия вот там зона лазаревская но мы успеем еще с Вова здесь сфоткаться мы идем смотрите рыжуля еще есть рыжуля смотрите как она смотрит привет привет рыжуля да да привет сейчас тебе беляш идет мы его тебе и ведем наша вся компания переходим по мосту беляш впереди нас с Алисой если вы видите смотрите как смотрится фото зона лазаревская просто красиво Вова не отставай беляш нас ведет беляш живет вот здесь в доме быта если что машин кстати мало удивительно вот они две собачки рыжуля и беляш кто будет лазаревском обязательно подкармливайте рыжуля ест зухой корм а беляшик ест только ну натуральную пищу так скажем они живут в доме быта рыжуля любит спать на четвертом этаже у начальника ну вот и рыжуля и беляшик привет рыжуля да, надо конечно охранять свою территорию надо выгнать там собака на палатке они ее прогоняют видите где беляшик пьет здесь водичка стоит чтоб цветочки поливать ну и он здесь заодно пьет беляшик наелся наверное сухого корма приятного аппетита тебе беляшик сейчас и рыжуля попьет видите рыжулька две местные достопримечательности рыжуля и беляш это девочка это девочка знает глянем нас сопровождают рыжуля и беляшик о, кошки конечно убегут о, кстати ромашки продают смотрите 200 рублей букетик ромашек беляшик иди сопровождай Такой не худенький. У него, кстати, шерсть такая же, как у этого. У Шарика. Тоже такой, знаете, морской пёс. И мы всей толпой идём. О, Ржуля не туда забрела. Ржуля, спускайся. Спускайся. Мы идём в сторону Семейного. Немного стемнело. Мы идём по улице Павлова. Идём в сторону Магнита Семейного Экстра. Мы шли, как он называется, Экстра Магнита. Зашли, конечно же, в рыбный магазин. Нас так и тянет в рыбный магазин. В общем, здесь всего-всего-всего. Сами знаете. Сейчас выбираем. Пахнет обалденно, вкусно. Ну, не знаю, мы любим, как пахнет рыбка. Увидели здесь вот такую рыбу. Форельку. Прямо хотим её купить. Прямо слюни бегут. Не поверите. У нас друзья тоже выбирают себе рыбку. Это, посмотрите, что такое тоже вкусное. Сельдь черноморская написано. Ну, это, по-моему, тавритка, а не сельдь. Чулька. В общем, смотрите, какой ассортимент. Задерживаться не будем. Пахнет вкусно. Хотим кушать, что-нибудь купить и прийти домой. Ой, здесь соленья ещё. Интересно, есть турша? Интересно, есть всё, кроме турши. Перцы разные, помидоры, огурцы, кукурузу. Кальмар, баклажаны есть, осьминожки. Ну, очень всё вкусно выглядит. 100 грамм, 150 рублей. Вот такие мидии. О, барабуля. Барабуля стоит 100 грамм, 250 рублей. Ещё есть сарган. Как-то ели саргана. Вы ели такую рыбу? Мы ели, очень вкусная. У неё кребёт такого зелёного цвета. Такая форель. Янтарная, 100 грамм, 220. Там идёт горячее копчение, 100 грамм, 150. Барабуля одна штука, 200 рублей. Карель янтарная, вяленая, 100 грамм, 220. В общем, смотрите сами. Рыбы очень много. Друзья, смотрите, сколько много всего деликатесов. Я хочу вот такое попробовать. Креветочки. Слюнки бегут. Просто слынки бегут. Сюда нельзя заходить голодным. Мы сейчас возьмём, в общем, вот этих креветочек черноморских и возьмём форельку. Замечательный сегодня у нас вечер. Да, вообще. Обалдеть. Наверное, мы с вами попрощаемся. Кстати, давай покажем. Что мы купили? Да, мы купили форельку и мы купили вот такие креветочки. Ребята, это вообще наркотик, наверное. Кстати, вот этот пакет вышел на 150 рублей всего. Маленькие креветочки. Нам сказали, что они с икрой ещё попадают. Ну, в общем, сейчас будем отдыхать. Давайте с вами попрощаемся. Увидимся в следующих роликах. Ролик получился, наверное, длинный. Думаю, что интересный. Ну, он содержательный, ребята. Ну, да. Первый день у нас сегодня на море. Ну, и всем удачи, всем здоровья. Всем пока-пока-пока.